Переходим к работе с другими видами образовательных ресурсов. И в данном случае попробуем посмотреть, где включаются добавления видеоматериалов. Нажимая на соответствующую иконку, попадаем опять же в окно, где у нас предлагаются видеоматериалы по нашей теме урока в каталоге образовательных материалов Mesh. Точно так же можно видео загрузить из избранного, загрузить из моих материалов с рабочего стола библиотеки электронных материалов и загрузить с рабочего стола компьютера самого педагога. Но в данном случае мы остановимся на физкульт-минутке и в каталоге электронных материалов выберем, добавим физкульт-минутку и у нас окажется видеоматериал, который мы можем использовать на уроке. Изменим чуть-чуть размеры этого изображения. Нажмем в панели редактирования с правой стороны галочки отображать для того, чтобы не было лишних подписей. И мы прекрасно понимаем, что в любой момент мы можем запустить этот видеоматериал и просмотреть. Единственное, что если у вас к компьютеру не подключены колонки, либо не включен звук от микрофона, то при просмотре видео вы не сможете его увидеть. В данном случае нам удалось прослушать начало этой физкульт-минутки и мы понимаем, что наше видео работает, оно прикреплено к нужному этапу урока для непосредственно нашего урока. Следующее, что есть в библиотеке электронных материалов, это аудиоматериалы. В данном случае, прикрепляя аудиоматериал, мы также можем воспользоваться либо каталогом образовательных ресурсов, либо обратиться к рабочему столу педагога, избранные и мои материалы, которые находятся непосредственно на рабочих столах библиотеки. Ну вот единственный аудиоматериал, который здесь представлен, мы можем прикрепить к нашему уроку. У нас включается вальс Сверидова, который рекомендует автор этого контента в библиотеке Mesh использовать на уроках математики в качестве разминки. И прекрасно понимаем, что мы можем, дописав туда комментарий для учителя, либо включать под конкретным текстом этот аудиоматериал, либо использовать его, опять же, вместо той физкульт-минутки, которая у нас была с вами в видеоформате. Следующая иконка, с которой можно познакомиться, это организация гиперссылки в своем уроке на любые материалы. Обратите внимание, для того, чтобы добавить гиперссылку, ее надо сюда скопировать с поисковой строки любого браузера и дать описание. После этого вы сможете заполнить спецификацию и использовать эту гиперссылку в своем уроке. Следующая иконка связана с использованием тестовых заданий. И обратите внимание, что добавить сюда можно только готовые тестовые задания. Создать тест заново, в данном случае добавления учебных материалов не существует. Мы либо выбираем тестовое задание из, опять же, каталога библиотеки, либо берем то тестовое задание, которое мы загрузили с вами в избранные, либо в мои материалы. Ну, единственное, что загружать тестовые материалы лучше отдельным этапом урока, поэтому я переключусь на следующий этап урока. И добавим с вами здесь тестовый материал для того, чтобы, обратите внимание, он предлагает заменить содержимое слайд на выбранный тест. Мы говорим да, почему? Потому что если мы выбираем тестовое задание, то весь этап урока должен посвящен быть только тестированию, то есть организации обратной связи с учащимися на уроке. Если вы до этого размещали на данном этапе урока другой материал, текст, аудио, видеоизображение, то, соответственно, вы должны будете, то, соответственно, у вас сотрется все изображение и заменится непосредственно тестовым заданием. Поэтому еще раз напоминаю, тестовые задания включайте только на отдельных этапах урока, посвященных обратной связи. Соответственно, здесь тестовое задание можно или включить в режим предпросмотра, сверху на синем поле есть соответствующая кнопка для этого, либо просто посмотреть, как она работает, попробовать найти правильный вариант ответа, либо решить этот пример. Само собой, что учащиеся будут работать по-другому, у них не будет возможности такого перебора всех вариантов ответа, а для них этот тестовый вариант будет единственным правильным или неправильным ответом, который они выберут. Переключимся на следующий этап и посмотрим, какие объекты у нас еще остались. Продолжение следует...